Приветствую, уважаемые коллеги! Поэтому мы разберем торговые возможности по данному активу сегодня. Однако сперва хотелось бы обратить ваше внимание на такой вот любопытный момент, он касается фондовых рынков США и Европы. Если вы следили за последней динамикой на фондовых рынках США в индексе S&P 500, что происходило на этой неделе, и вас не смущало то, что по Европе у нас наблюдаются достаточно спокойные движения, то, наверное, этому стоит уделить больше внимания, так как в этом может скрываться некоторый намек. Значит, сначала замечу, что вот у нас с прошлой недели фондовые рынки Европы, давайте будем брать бенчмарк немецкий DAX, находятся они у нас в такой очень спокойной консолидации, двигаются в очень узком диапазоне. Нельзя это сказать об американских фондовых индексах, там активных выкупают участники рынка целая армия, наверное, тех, кто ждал и наконец дождался этой значимой коррекции, по их мнению. И на самом деле намек, о котором я говорил, он заключается в том, что коррекция, произошедшая на фондовом рынке США, это была действительно техническая перезагрузка, и чтобы понять, почему это так, мы сравним доходности немецкого бенчмарка DAX и доходность S&P 500, посмотрим, как они двигались за последние полгода, можно вот видеть, что вот было четкое следование друг за другом, да, вот с небольшими вот здесь отклонениями, и получается в конце июля у нас индекс S&P 500, это синяя кривая, он у нас, его доходность уходит вот в такой вот отрыв, при этом не происходит никаких позывов, да, к резкому росту, к ускорению роста в немецком индексе, причем это вот такое, вот это ускорение роста, оно происходит без каких-то четких фундаментальных оснований к этому, естественно, ну, это наводит на мысль, что есть вот в этом движении, да, вот, ну, небольшой как бы оттенок рациональности. И вот, собственно, вот затем мы видим, да, что действительно в сентябре происходит коррекция, и вот как бы доходность вот сравнивается, вот эта разница в доходности между ними, да, вот это отклонение, оно достигает, будем так говорить, экстремального значения в доходности, происходит коррекция, здесь особо никакой коррекции сильно не произошло, вот здесь мы видим у нас, это уже последние дни, да, мы разбираем, получается, здесь у нас динамика снова позитивная, по DAX мы видим продолжение консолидации, никаких позывов к росту, вот здесь вот армия тех, кто ждал коррекции, дождался этой коррекции, покупает, собственно, на том, что есть простая идея, что нужно покупать на провале, на коррекции, я этому буду следовать, вот это получается поведение мы сейчас здесь и наблюдаем, по DAX, да, видим, по европейским индексам такого не происходит, они вот на удивление ведут себя спокойно, поэтому ралли в акциях США, на фондовых рынках США, возможно, имеет смысл рассматривать как рост на тех, вот, кто требовал, ждал хорошей скидки, вот здесь он получил эту хорошую скидку, и вот сейчас вот эти заждавшиеся коррекции, они, наконец-таки, используют свой капитал, средства, чтобы сделать ставку на повышение рынка дальше. Естественно, есть ожидание, что этот рост у нас будет поддерживать мягкая позиция ФРС, сегодня у нас намечается заседание, получается, американского регулятора, очень много внимания привлечено к этому заседанию, ну, потому что будут предложены, наконец-то, публике детали, что же у нас, что же из себя представляет новая концепция по таргетированию этой инфляции, но очень многое было рынком уже учтено по поводу таргетирования инфляции, поэтому я бы рекомендовал обратить ваше внимание на обновленные прогнозы ФРС по процентной ставке, значит, впервые ФРС у нас будет публиковать ожидание по ставке, по процентной ставке за 2023 год, получается, то есть предыдущие у нас прогнозы, они вот шли до конца 2022 года прогнозы были, сейчас впервые будут опубликованы прогнозы на 2023 год. Напомню, 2 из 17 членов комитета, участников ФРС, которые, собственно, принимают решение, они проголосовали на прошлом заседании, точнее, представили свои видения на прошлом заседании, 2 всего лишь участника посчитали, что нужно повышать ставку в 2022 году, а остальные 15 участников посчитали, что ставка должна оставаться на нулевом уровне до конца 2022 года, и поэтому потенциальное воздействие на рынки, на доллары будет как раз-таки, во-первых, обновление вот этого прогноза на 2022, 2021-2022 год, и впервые опубликованный прогноз на 2023 год. Также у нас будут обновленные прогнозы по инфляции, по ОВП, также стоит на них обратить внимание, потому что это вот, ну, даст понять на самом деле, что ФРС ожидает по инфляции, как он при этом собирается изменять ставки, и основное воздействие, основная реакция, естественно, будет на рынке фиксированной доходности, в облигациях, мы это увидим, соответственно, скакнет и золото, ну, потому что это альтернатива, получается, облигациям, трежерис в некотором смысле, поэтому влияние на ее от, собственно, решения сегодняшнего ФРС также будет распространяться. Но, но, с учетом вот того, что очень много уже было сказано про вот это таргетирование новой инфляции, да, вот очень много рынок учел уже вот этих медвежьих намеков о ФРС, очень кажется вот сейчас очевидным, да, уже кажется, что, чтобы сейчас не сказал ФРС, чтобы сейчас не сказал Павлов, все будет рынками отнесено к гарантиям того, что ставки будут очень долгое, длительное время на низком уровне и так далее. Вот, собственно, вот на, вот эта вот очевидность, да, она должна, на мой взгляд, призывать к осторожности, потому что, когда вот становится очень вот так все просто и очевидно, как бы совершается что-то, происходит что-то неочевидное, рынки разворачиваются, и поэтому стоит повнимательнее бы тем, кто вот беззаботно шарти доллары, делать ставку на то, что доллар будет продолжать снижаться, все-таки я споняюсь тому, что ФРС, возможно, спровоцирует небольшое, небольшое укрепление доллара, потому что перед выборами они не захотят делать никаких, ну, вот, углубляться в, двигаться в сторону точности в своих прогнозах, потому что выбор – это большая неопределенность. Так, теперь, собственно, по золоту, да, давайте рассмотрим ситуацию по золоту. Вот у нас с середины, получается, августа у нас есть медвежий тренд у нас по золоту, значит, вот у нас середина августа, получается, вот здесь у нас пошел вот этот медвежий тренд, и вот эта линия трендовая, которую я здесь отметил, сделал красный, да, она у нас хорошо вот контролировала вот это снижение, ну, во-первых, снижение как бы обусловлено было тем, что коррекционный вот этот моментум, да, после достижения исторических максимумов, он вот набирал обороты, и к нему присоединялись другие участники рынка, понимая, что после исторических максимумов нужно скорректироваться, нужно хорошо скорректироваться. Он двигал, получается, он вот этот факт закладывал негативные ожидания, ну, в сторону снижения, получается, ожидания по золоту, которые вот, собственно, вот здесь реализовывались. Эта линия, как мы видим, она у нас давала указания, да, вот этому, грубо говоря, давала навигацию вот этому медвежьему тренду, который мы здесь видим. Во-вторых, существенная масса обещаний по золоту, она уже была учтена рынками, именно обещания со стороны федеральной резервной системы, как она будет двигать ставки. И поэтому, так как уже многое было учтено, драйвера никакого верха для золота не было. Сейчас же, когда мы подбираемся, получается, к заседанию, к заседанию ФРС, можно видеть, вот у нас, перейдем на часовой график, можно видеть вот здесь, что как раз-таки у нас на прошлой неделе появился вот этот повышательный вот здесь тренд, восходящий тренд. И это довольно стандартное самодвижение, стандартное движение перед заседанием ФРС, особенно перед заседанием, где ожидается какие-то вот медвежьи намеки, какая-то медвежья риторика, собственно. А вот у нас вот этот позитивный и положительный тренд по золоту, он у нас развивался, он у нас продолжается и сейчас. И торговая возможность в данной ситуации, она образуется из-за того, что цена у нас, как мы видим, подбирается вот здесь к тренду, вы видите, которая у нас руководилась снижением данного, снижением золота, вот начиная, получается, с середины августа. Плюс, во-вторых, мы имеем вот здесь горизонтальный уровень в 1070 долларов за тройскую унцию, которую у нас видно уже здесь оправдывалось, вот здесь он себя оправдывал, немного, получается, ограничивал чрезмерный, чрезмерно-быстрый рост золота, немножко притормозило, получается, здесь. Но снова у нас есть вот эта попытка пробить трендовую линию, вот эта красная линия, да, долгосрочная, среднесрочную трендовую линию, которая у нас идет с августа, и получается пробить уровень в 1070 долларов за тройскую унцию, выступал у нас, как мы видим, здесь преграды, здесь и здесь. Также этот пробой, он будет означать, что цена может дальше развивать у нас движение вверх с целью в 1990 долларов за тройскую унцию, получается. Вот этот следующий горизонтальный уровень, он у нас будет целью, и, естественно, это может вызвать некоторые дискуссии по поводу того, что пробитие, пробой вот этой трендовой линии, вот этой линии, которая руководила, по сути, у нас, как я уже сказал, медвежьим трендом, пробой может означать вот этот переломный момент, который позволит подключиться тем участникам рынка, которые ждали, когда эта трендовая линия будет, собственно, пробита. Поэтому я бы порекомендовал внимательнее отнестись к перспективам того, что у нас произойдет вот это движение вверх с пробоем. И если мы смотрим на то, как возможно будет развиваться ситуация, где, возможно, стоило бы у нас войти по золоту, то вот я вот здесь вывел, получается. Возможный сценарий, очень перспективный, который позволит ориентироваться у нас на дальнейшее продолжение движения вверх. Пробой, получается, двух уровней, трендовой линии и горизонтального уровня с последующим отскоком до линии приблизительно в 1970 долларов за троискунцию может быть чуть-чуть ниже. Можно рассмотреть, на самом деле, отскок даже от, получается, вот этой трендовой линии вниз, можно рассматривать отскок от горизонтального уровня. Это уже как бы по желанию, да, получается. Но если ситуация, на самом деле, она дает хорошую возможность вот рассмотреть перелом вот этого тренда, да, который мы имеем здесь, и ориентироваться уже на тест уровня в 1990 долларов за троискунцию. Альтернативный сценарий по золоту, если вы все-таки считаете, что, возможно, ФРС не сможет ничего преподнести, никакого сюрприза, да, для золота, который позволит ему дальше расти, возможно, стоит рассмотреть пробой, получается, вот этого тренда, как сигнал к тому, что исчерпал, получается, себя восходящий вот этот тренд, пробой вот этой трендовой линии, возможно, и будет говорить о том, что, естественно, этот тренд исчерпал себя. Вот эта трендовая линия, она у нас удерживается, получается, и дальнейший тест, выход за пределы уровня в 1950, получается, долларов за троискунцию, он у нас наметит уже тест на уровень, который находится ниже, в 1936 долларов за троискунцию, и вот здесь уже, возможно, будет раскрываться более серьезный медвежий потенциал, но, конечно, все зависит от дальнейшего развития, собственно, событий, и поэтому пока, пока перед заседанием ФРС, базовым сценарием, возможно, я бы назвал именно пробой вот этих двух трендовых линий и устремлений золота к цели в 1990 долларов за троискунцию. Вот такой вот у нас расклад по золоту. Если у вас есть какие-то интересные мысли или комментарии по поводу того, как же будет реализоваться ситуация по золоту, пожалуйста, не стесняйтесь оставлять комментарии, делиться вашими мыслями. Если вам понравилось это видео или вы считаете его полезным, то не скупитесь, пожалуйста, на лайк, мне будет очень приятно. На этом я завершаю свой сегодняшний обзор. Всего доброго, торгуйте в профит!